Молодой, амбициозный и брутальный Иван Зайка. Несмотря на псевдоним этого парня, белому пушистым явно не назовешь. Эпатажная внешность. Первая татуировка обзавелся в 18 лет. Сейчас на теле у Ивана более 60 рисунков, выполненных в разных стилях. Теперь Иван и сам бьет татуировки. Графика, биомеханика, чекана, нью-скул. Вот, например, работа коллеги Брутального Зайки, выполненная в реализме. В какой-то момент показалось, что изображение вот-вот оживет. Настолько досконально прорисована каждая черта лица ребенка. А если вы увидите залитую черным светом конечность или другую часть тела, знайте, перед вами любитель не менее популярного блэк или дотворка. При таком обилии стилей и техник выбрать идеальную для себя может каждый. У меня все татуировки в славянском стиле и каждая татуировка несет свое значение. Да, определенный смысл, конкретно для меня. И забиваясь, так сказать, тоже для себя, для кого-то. Чтобы татуировка оправдала ожидания, нужно четко определиться с концепцией и местом расположения рисунка. Вместе с мастером создается эскиз, который переносится на тело. Процедура безопасная, собственно, как и само нанесение татуировки, если делать это в специализированном салоне. Расходники все абсолютно стерильные, даже там, если есть какие-то недочеты, все абсолютно расходники, которые соприкасаются с телом клиента, они все полностью одноразовые, то есть они при нем скрываются, и, соответственно, никакая там инфекция на них, ну, как бы с помощью них не попадет в рамку. После полноценной обработки всех инструментов татуировщик переходит к выбору красок и пигментов. Основной среди используемых черный, красный, зеленый, синий, белый, желтый, по мере сложности рисунка. Важно и то, какой техникой пользуется мастер. Машинка для татуировок делится на два типа. Индукционную, которая заправляется одноразовыми иглами, и роторную. Чтобы привести ее в рабочее состояние, мы берем одноразовый держатель и картридж. Далее мы соединяем в одно целое детали. Продеваем до упора, берем одноразовый картридж, вставляем. Ну все, инструмент готов. Сегодня татуировки пользуются большой популярностью как у молодежи, так и среди взрослого поколения. Конечно, причина прийти к мастеру у каждого своя. Для одних это нательный талисман, для других способ самовыражения или просто модный атрибут. Главное, решившись на такой шаг, обращаться к специалистам с хорошей репутацией и стерильными материалами. Ирина Борилюк, Максим Турчев, Утро Нового Дня.